Еще раз представлюсь, меня зовут Андрей Пащикин, я работаю в компании Мегрософт, где являюсь экспертом по развитию бизнеса Мегрософт в области ритейла. И сегодня я хотел бы вкратце рассказать, что из себя представляет ритейл, чем он живет, что его интересует и как он вынужден меняться и почему. И для чего. Прежде чем начать разговор о ритейле, я хотел бы рассказать немного о сегодняшнем покупателе. Я думаю, эта тема близка и мне, и вам, всем присутствующим, потому что так или иначе мы все с вами покупатели. Так вот, сегодняшний покупатель изменился очень сильно. Он изменился настолько, что мы можем сегодня говорить о существенном изменении ритейла как отрасли. То, что происходило в середине прошлого века, когда появлялась организованная торговля сети, сейчас мы наблюдаем примерно такую же революцию в ритейле. С чем это связано? Покупатель стал очень разборчивым. Различные социальные сети и интернет дали ему возможность качественно проводить исследования перед покупкой, чего бы он не покупал. Это первый момент. Второй момент. Для покупателя гораздо более важное значение стало иметь мнение его друзей или какого-то социального сообщества, в котором он состоит. И там уж совсем не важное значение для него играет там такие традиционные вещи с билборда и телевизионной рекламы. В-третьих, он использует различные устройства для этого. Многие люди имеют смартфоны, используют смартфоны для того, чтобы работать в социальных сетях. Многие люди используют мобильные телефоны для шоппинга. Люди используют интернет для покупки, социальные сети для покупки. Люди хотят получать такой же сервис, как они получают в интернет в обычном магазине и наоборот получают в интернет-магазине такой же сервис, как они получают в обычном. И в тот момент, когда он подходит к покупке, он вооружен. И ужас ритейлер осознает, что зачастую покупатель более вооружен знаниями о товаре, о цене, чем его продавцы-консультанты. И возможность купить дешевле и качественнее товар заставляет ритейлеров искать способы заработка покупателя больше, предлагаемый дополнительный товар, дополнительный сервис.